Привет, друзья! С вами снова Cinematic. В этом эпизоде мы разбираем с вами ProRes RAW 12-битные футажи, которые были сняты с камеры Sony A7S III со связкой Atomos Ninja V. Мы также поговорим про кодеки H.265, H.264 и ProRes 10-бит. Посмотрим на то, как тянет их мой компьютер в программах Adobe Premiere и DaVinci Resolve именно в плейбеке. Если тебе нравится такой контент, подписывайся на канал и ставь лайк. Ну что, ребята, поехали! Что такое ProRes RAW? ProRes RAW это монтажный компресс RAW кодек, который был создан компанией Apple. Он содержит всю информацию с матрицы вашей камеры в сыром виде до момента обработки самой камеры. То есть, когда вы снимаете в ProRes RAW с матрицы Sony A7S III, вы получаете чуть-чуть больше разрешения, чем 4K. Там выходит 4.2. Также в ProRes RAW будет присутствовать необработанный шум и необработанный Lens Correction. То есть, вы получаете полностью сырой файл. Также ProRes RAW делится на два вида. ProRes RAW и ProRes RAW HQ. Разница между двумя форматами в том, что ProRes RAW HQ имеет меньшую компрессию, весит большую и предоставляет чуть-чуть лучше качество. Честно сказать, я даже не заметил никакой разницы в качестве между ProRes RAW и ProRes RAW HQ. Оба эти кодеки содержат 12-битные RAW файлы, которые пишутся через Atomos Ninja V или Showgun 7. Чтобы вы понимали, 12-битный RAW файл преобразуется из 16-битного линейного вывода RAW через HDMI камеры Sony A7S III. Преимущество этого процесса в том, что он визуально неотличим от 16-битного линейной записи. Эту информацию вы также можете найти на официальном сайте Atomos. Ребята, я был очень удивлен, насколько эти файлы ProRes RAW гибкие. Давайте посмотрим наши файлы в Adobe Premiere. Поехали. Открываем с вами Adobe Premiere и вы, наверное, спросите, почему ты не монтируешь это в DaVinci Resolve? Дело в том, что ProRes RAW еще не поддерживается в DaVinci Resolve. В DaVinci Resolve вы можете только использовать обычный ProRes, но не ProRes RAW. Поэтому мы используем с вами Adobe Premiere. ProRes RAW на данный момент поддерживается в последних версиях Adobe Premiere, Final Cut. И есть еще одна такая программа, называется Scratch, которая тоже отвечает за цветокор. В общем, ребята, вот наш первый файл. Это, на самом деле, я его снимал во время заката. Вы сейчас, наверное, думаете, вау, чувак, ты все пересветил? Что за фигня? На самом деле нет, ребята. Смотрите на нашу вейформу. Да, мы видим то, что здесь, типа, якобы присутствует пересвет. Но если я сейчас зайду в Effects Control, выберу наш ProRes RAW инструмент по экспозиции здесь. Так, открываем. И начну тянуть экспозицию. Смотрите, что происходит. Мы вытягиваем просто кучу информации в хайлайтах. То есть вы можете представить, насколько вот сейчас файл, насколько он гибкий. То есть, когда я снимал эту сцену, я максимально хотел прожечь все хайлайты, чтобы потом мы могли с вами посмотреть, на что способен вообще вот этот кодек ProRes RAW в плане информации. И он действительно, вот я опускаю экспозицию сейчас, файл очень гибкий. То есть мы практически ничего не потеряли. Местами где-то есть чуть-чуть такой пересвет мелкий, но это ерунда. Также я хочу вам показать то, что здесь в Adobe Premiere есть такая кнопочка, называется Color Space. Нажимаете сюда, если вы снимали это на Соньку. А Сонька вам дает два варианта, когда вы снимаете в ProRes RAW. Либо выбрать S-Gamma 3, S-Log 3, либо выбрать S-Gamma 3, S-Log 3. То есть я нажимаю сюда. И получается, мы сейчас видим то, что Adobe, он просто перевел это все в лог. То есть отсюда я могу продолжать дальше красить, работать там над контрастом. Накинуть сюда лут. Но мы это делать не будем. Мы будем сравнивать просто вот сырой вариант этого файла. Мне очень интересно вам показать, как вообще просто выглядит файл, когда он сырой. Когда вы снимаете в ProRes RAW, он вам дает очень много люмы. Особенно вот в хайлайтах. То есть вот я сбросил все настройки. Мы видим то, что мы просто ударяемся в Super Wide. Но по сути, ваши глаза по сути думают, что это пережженный свет. То есть вы все сожгли. На самом деле все не так. Вот даже если я здесь ничего трогать не буду, я могу здесь просто покрасить этот файл. Там опустить экспозицию, сколько мне нужно. Давайте опустим теней, чтобы дать такой контраст. И добавим с вами хайлайтов чуть-чуть вот так. Давайте black запустим и добавим чуть-чуть белого. Вот так поднимем. Приблизительно, да? То есть смотрите, какую картинку мы сейчас с вами получили. Посмотрите на небо. Мы все просто вытянули спокойно. Теперь мы посмотрим до и после. До и после. То есть мы получаем колоссальное количество информации, используя ProRes RAW. И да, обратите свое внимание, ребята. Если я сейчас зайду сюда и выберу Properties, да? Наше разрешение, вот Image Size, 4264 на 2408. То есть мы получаем больше, чем 4К. То есть наше разрешение 4.2К. То есть вот так оно выглядит. И вот мы видим компрессор Apple ProRes RAW HQ. То есть самое высокое качество, которое выдает Atomos Ninja 5, используя вот эту связку Sony A7S III. Следующий кадр. Это я здесь, значит, снимал самого себя. И здесь, если обратите внимание на вейформу, посмотрите, что с вейформой происходит. То есть мы вообще, короче... То есть я практически пережег эту картинку. Я специально, я тут поднял где-то на 6, почти 6-7 стопов. Я просто поднял экспозицию на камере, чтобы протестировать, сколько деталей мы можем вообще спасти, если я бы снимал бы в ProRes RAW. То есть в этой ситуации. И знаете, ребята, меня это очень сильно удивило. Смотрите, я опускаю сейчас экспозицию. И посмотрите, сколько информации мы просто с вами вытянули. Смотрите, я сейчас опустил экспозицию. Я сохранил все мид-тоны, которые у нас есть. Да, я сжег хайлайты. То есть у меня здесь присутствует асфальт. Я его сжег. Здесь хайлайты сжег, здесь хайлайты сжег. Но за счет того, что это сырой файл, я сохранил достаточно средних тонов. То есть, да, вот смотрите, было до, стало после. Посмотрите, просто сколько информации удалось спасти. Да, мы потеряли хайлайты, но мы спасли очень много информации. Если вы реально случайно запароли и снимали там RAW. В этой ситуации я просто вам показываю гибкость файла. И, ребята, очень один важный момент. Многие люди заблуждаются. Они думают, что ProRes RAW вам дает больше динамического диапазона. Это неправда. Если ваша камера там дает от 13 до 15 стопов динамического диапазона. Точно такой же диапазон вы будете получать в ProRes RAW. В динамическом диапазоне вы не имеете никакого преимущества. Вы просто имеете преимущество в плане гибкости работы с данным кодеком. То есть, в этом вся сущность. Также, ребята, вы у меня спрашивали, как ведут себя внутренние кодеки Sony i7S III. В монтаже на плейбеке. Именно на плейбеке. Не в рендере, а именно, когда вы дергаете ползунок. За спиной у меня стоит достаточно мощный компьютер. Его спецификации AMD Ryzen 3950X. 16-ядерный процессор. Видеокарта RTX 2080. 168 гигов и 64 гигабайта оперативной памяти с разгоном на 3600 МГц. Материнка Gigabyte Aorus X5-7 и мастер. Вся система стоит с водяным охлаждением. Этот комп я собрал в прошлом году, как только сразу вышел этот процессор. Кому интересно посмотреть, я делал видео по сборке этой системы на моем канале. Итак, поехали. Окей, ребята, первый тест мы будем делать в DaVinci Resolve. Мы будем тестировать два кодека. Первый кодек это H.265 кодек. Второй кодек это будет H.264. То есть я вот сделал здесь, получается, 6 клипов. Эти сняты в 24 кадра в секунду. Эти сняты в 60 кадров в секунду. И эти, ребята, сняты в 120 кадров в секунду. И все это снималось внутренне. То есть это не ProRes Raw. Хочу вам сказать то, что все мы выводим сейчас в 4К. Если вы обратите внимание, то есть предпросмотр все идет в 4К, ребята. Имейте это в виду. То есть мы сейчас в 4К все это показываю я вам. И вот смотрите, я дергаю плейбэк. И я уже вижу то, что H.265 кодек в 24 кадра в секунду. Он тормозит. То есть да, мы в принципе можем монтировать. Но если я быстро ползунком дергаю влево-вправо, он тормозит. Это учитывая то, что здесь нету никакого цвета кора. То есть это по сути необработанный лог файл. Да? Sony A7S III. Теперь я переключаюсь в 264 кодек. И 264 кодек гораздо плавнее идет. Плейбэк. То есть я вот кручу-верчу. Вообще проблем с этим нет. 264 кодек очень хорош. 265 обратно, смотрите, тормозит. Видите? 24 кадра в секунду. Давайте теперь посмотрим H.265. 60 кадров в секунду. Тоже тормозит. То есть он еще хуже тормозит. То есть вообще такой жесткий статтеринг идет. Переключаемся H.264. H.264 вообще крутой. Он как ProRes. Конечно же ProRes немного лучше, но практически он очень гладкий. 60 кадров в секунду. Дальше. Давайте посмотрим на 120 кадров в секунду. Сейчас мы видим H.265 120 кадров в секунду. Ну тут вообще тормоза пошли. То есть я вот кручу-верчу. Он тоже тормозит. То есть H.265 это не монтажный кодек. Вы должны это реально понимать, ребята. Дальше. H.264. Вот H.264 120 кадров в секунду. Он уже начинает тоже чуть-чуть притормаживать. Но не так сильно, допустим, как это делает H.265. H.265 и вообще тормозит. Кстати, ребята, хочу вас предупредить. Если вы решитесь взять себе Atomos Ninja 5 и установить его вот так на гимбл. Имейте в виду, что вот такой закрученный провод, он не очень хорош для гимбла. В плане того, что когда вы поворачиваете камеру, он за собой тянет вот этот провод. Потому что здесь идет такая спираль, понимаете. В этой ситуации вам поможет вот такой простой тонкий кабель, который не тянет его за собой. То есть берите длинные кабеля. В общем, ребята, я надеюсь, эта информация для вас была полезной. К сожалению, у меня нет достаточного времени часто делать такие ролики. Я делаю как могу и когда могу при первой возможности. В общем, ребята, я залью вам эти файлы ProRes RAW. Дайте мне знать, что вы думаете. Будете ли вы снимать в ProRes RAW, да или нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом все. Всем пока, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok